Расул Бакиев Расул Бакиев – выдающийся таджикский и российский спортсмен, который считается одним из лучших дзюдоистов в мире в легкой весовой категории. Он бронзовый призер летних Олимпийских игр 2008 года в Бекине, бронзовый призер чемпионата мира 2007 года в Рио-де-Жанейро, победитель Кубка мира 2010, 2011 и 2012 годов, чемпион России 2009 года, заслуженный мастер спорта Республики Таджикистан, один из трех призеров Олимпийских игр в истории Таджикистана и первый таджикский спортсмен, который завоевал для своей страны Олимпийскую медаль. В том, что Расул Бакиев выберет карьеру борца, было понятно еще с детства. Ведь борьба для Бакиевых – это дело семейное. Расула можно назвать даже потомственным борцом. Его дед с малых лет увлекался национальной борьбой и в дни массовых гуляний неизменно выходил на борцовский ковер и побеждал. А его отец продвинулся еще дальше и стал известным таджикским борцом, заслуженным тренером Таджикистана и мастером спорта СССР. Помимо знаменитого и титулованного отца, Расул имеет и четырех братьев, которые также стали именитыми борцами в Таджикистане. Со времен своего первого международного соревнования на чемпионате Азии 2005 года в Ташкенте, где он выиграл бронзовую медаль. Бакиев стал успешно демонстрировать высокие результаты на престижных международных турнирах в последующие годы. Так, значимым событием в его спортивной карьере становится чемпионат мира 2007 года в Рио-де-Жанейро. Где он занимает третье место и что позволяет Бакиеву попасть на летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине. В четверть финале Олимпийских игр Расул обыгрывает Си Ридзигаву из Китая. И выходит в полуфинал, где в схватке с действующим на тот момент чемпионом мира Ван Кий Чуном из Южной Кореи проигрывает. Но в матче за третье место с бельгийским дзюдоистом Дирком Ван Тихельтом побеждает и становится бронзовым призером Олимпийских игр. Этим достижением Расул оправдывает вложенные на него надежды и открывает новую страницу в истории Олимпийского движения Таджикистана, завоевав первую Олимпийскую медаль для своей страны. На вопрос, почему он не смог завоевать золотую медаль, Расул отвечает, завоевать золото не удалось по своей вине. Нужно было быть более гибче, грамотнее тактически. Я много лет учился в Таджикистане. Бросать привыкли, но надо было ужесточить тактику. В 2009 году Расул Бакиев получил российское гражданство. Выступил на чемпионате России, где стал чемпионом. Планировал выступать за Россию и на Олимпиаде в Лондоне, но по уговору правительства Таджикистана выступил за Таджикистан. Соревнуясь на лондонских Олимпийских играх, Бакиев одержал досрочные победы над такими дзюдоистами. Даниэлем Вильмсомом из Великобритании, и Наврузом Джуракубиловым из Узбекистана. Но в одной четвертой финала он уступил японцу Рикки Накая. Шансы на бронзовую медаль у Расула Бакиева сохранялись. Для этого ему важно было одолеть французам Уго Легранда. Однако в этом поединке победил представитель Франции, а Бакиев вошел только в семерку лучших в своей весовой категории. «На Олимпийских играх в Лондоне я со своей стороны сделал все, что было в моих силах», сказал Расул Бакиев. «Конечно, я был огорчен итоговым результатом, так как ставил цель побороться за золотую медаль». А на вопрос о предвзятом судействе на Олимпийских играх в Лондоне ответил «Если говорить о судействе, то перекладывать всю вину на суде я не буду. Если я проиграл, то в этом всегда виню только себя». «Олимпийские играх в Лондоне» 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 «Олимпийские играх в Лондоне»